Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, помилуй меня грешного. Номер 194. События дня. Эпиграф. 2 Фессалоникий, Сан 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 23 июня 2016 года. Какие у нас были события вчера? Я написал одному в Греции Дмитрию, я уже не раз просил вас, что можно заходить ко мне по скайпу и что-то вставлять, ролики или замечания, никак не чаще, чем один раз в неделю. И обязательно к роликам давайте свое пояснение и название. Повтори это несколько раз. Я тебя предупреждал, что при нарушении этого правила ущерб будет нанесен вашей стороне и счастливее. Прошу, зря меня не беспокоить этими пиканьями. Мне это не нужно и вредно сказывается на моем времени. Это уже будет последнее предупреждение перед черным замком. Сколько раз говорили еще, сует разное там, ну зачем мне? Николай Скляренко, Австралия. Игнатий Тихонович, просто текстом можно тут писать. Пишу, что писать-то можно, но я не всегда могу отвечать. Повторяю, я далеко от города, 150 километров степи. Пара киловатт добавлю? Добавьте. Или скажите, куда? Принято писать. И у нас будут беседы и все, когда я вернусь 10 октября. Я даю вам которые, это только чтобы сбросить где. Я не могу разобраться, за что тут высчитывать. По скайпу не говорю. Ну высчитывать хоть бы сколько, а то невозможно. Плачу почти столько же. В городе там за меня платят, а тут я говорю, ладно уж, рассчитаюсь. В соцсетях не регистрируюсь. Нет ни фейсбука, ни прочего. Только скайп и имейл. Но имейл тоже хорошо, лучшие даже. Во-первых, сообщите реквизиты для платежа из-за рубежа. Я скачал книги, хочу перечислить свою лепту. Реквизиты, что по Western Union осенью получу. Если что-то для лагеря пошлете, приму. Ну, вы должны быть уверены, что даете не мне. Если подозрения есть, вот я людям всем говорю, даже банкирам, что хоть один процент сомнения, туда ли деньги пойдут как. Не надо, мне это не надо. Вы это не мне даете, мне лишний канитель ходить. Я иногда еду зимой где-то, беру с собой человека, которому явно нуждается. Это там детишек много или что-то. Приходим, я даже своих отпечатков не ставлю на деньгах. Я расписываюсь, получаю, паспорт вкладывает мне деньги, подают в кассе, а тот человек забирает и на этом до свидания. Я их даже не прикасаюсь к ним, чтобы вам было понятно. Ну, если сомнения есть, не надо, зачем мне это нужно? Я передатышный звенолище всего-то в деньгах. Я вот в Америке сколько ездил, таких обижал, не знаю как. Ни одного мороженого не съел, как и в дороге. Не могли нам нервальных носков заменить. Это моя жизнь, не то, что я стремлюсь к этому. Просто я так вырос и так живу. Реквизиты. Реквизиты, если здесь, а для зарубежных реквизитов нет. Это, конечно, дороговато им там. В основном, он больше всех берет, но еще есть другие формы. Ну, лучше бы меня не ходить никуда рядом. Второе. Я могу помочь с размещением на австралийском хостинге ваш сайт. Оплачу на 5 лет вперед, пользуйтесь. Ну, это здорово, конечно. Сайт, форум, YouTube. Что интересно, как перемещалось. Вначале только был открыт у нас сайт. А ничего не знаю, но открытый, очень хороший сайт наш. Я покажу. Легко там искать. Там богатство неизмеримое. 50 книг только аудио моим голосом начитано. Потом программисты создали форум. Форум, я вот смотрю, другие, даже сравнивать не приходится. Насколько у нас легко искать, размещенное. Тема отдельно выделена. Не так, что подряд идет одно другое, там кончилось и не найдешь где. Ну, 1592 тема. Ну, это говорит о чем-то. Тема-то, развернуто, с роликами. Там ничего только нету. Настолько высокий уровень наших программистов, сравнение с другими даже не с чем сравнивать. Или вот YouTube. Я покажу это все. Покажу, чтобы вы увидели. В Mail.ru точно так же. Вот в Mail.ru мир. Вот там несколько у меня страничек открытые. Контрольные там, запасные. Но здесь именно вот я в шапке нахожусь, без голубя. Вот сюда пишите. Туда я сейчас ничего не вставляю. Только письма получаю. Чтобы не остаться вот это, трафики разные. Что денег нет и я даже не смогу зайти, вставить. Вставляю в другом месте, закачка идет. Здесь я только снимаю замки. Только. Ну и смотрю, кто что пишет, читаю. Несколько слов, чтобы только ответить. Я нахожусь практически в степи. То есть маленький поселок строится. Ну, тут связь. Ну, правда, тарелка стоит тут. Все, как положено. Провод оттуда идет. Приехали программисты. Тут они все это установили. Второе. Вот показать наш форум. Православный форум Игнатия Ларомкина. Вот зарядите в YouTube. В этом. В Google или Яндексе. Вы сразу найдете. Все здесь есть. Очень богатый. Легко искать. Вот здесь вот первое. Новое сообщение. Вот. Если нажмете, сразу на первую страницу идет. Дальше. Вот. Дальше общий поиск. Не поиск по теме, а общий поиск. И вставляете в рамку. Любое слово вы найдете. Что угодно. ИНН там. Ну, что угодно. Патриарх. Там какие-то правители. Очень. Ну, тем. Полторы тысячи больше даже. Ну, и постепенно. Все сместилось на видеоканал. Снимаю многое. Большими и небольшими роликами. Вот. Бывает несколько минут. Потому что смысл понятен. Сейчас мы в детском лайнере. Вот сегодня я открываю. Раз, два, три. Восемь роликов. Сразу открыл. Самое большое из них. Это, наверное, события дня. Двадцать три минуты. А остальные прям совсем махонькие. Даже вот меньше минуты. Но смысл понятен. Человек приехал. Шесть минут. Маленький сегодня вставил. Но события дня. Что в них входит. Вот попутно еще покажу наш сайт. С чего начинали мы. Вот это вот отсюда разместите, Николай. Во Светии Библии. Православный юбилейский сайт. Вот нажать здесь на видеоканал выйдешь. Нажать здесь на форум выйдешь. Ну, на mail.ru. То есть я посылал мои данные. Там включите, сделайте. Берете на себя, сделайте. У меня-то от этого какая выгода. Но по всему, что здесь открыто у нас, самое ценное. Это вот справа ответы 4124. На сегодняшний день в интернете, во всей мировой сети нет ответов на эти вопросы. 55 папок тем, где есть. Только вот ткнул, допустим, мусульманство. 27-й номер, я сейчас ткнул его. Мгновенно открывается. Вот идут. У меня тут 38 книг в бумажном варианте. Да еще 7 книг, которые я уже не смог издать. Они здесь. Какой том, какая страница. Какой том. Какой вопрос. Или страница тут. Вопрос номер такой-то. Вот, допустим, что. Есть ли какие-то особые методы работы с мусульманами. Какой ваш личный опыт в этом. И вот, допустим, я только нажал на него. Все, сразу вышел ответ. Вот посмотрите. Жирным, где? А с курсивом. Это из Слова Божия. Вот оно как. Смотрите, один ответ сколько. Это один ответ. А на один вопрос. Я просто перекидываю. Такого нет. Вот такое сколько. И стихотворение Пануэльзия. Вот все. Поэтому, если зайдете на наш сайт, тут найдете, не выскажешь сколько. Я лагерь, я обо всем. И фильмы о нас поставлю. Стихи отдельно. А стихи это не два стихотворения у меня. По девять куплетов, четырехстрочных. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений. Больше, может, тысячи начитано только. В аудио, в видео, вот звук и видео. Новый завет с толкованием. Это открытым книгам. Только открыл, вот, допустим, до Слова Божия нет ус. Это как бы автобиографичное. Открыл все содержание. Ну, что тут такое тут написано? Победитель получает все. Двести сороковая страница. Я не ищу, просто нажал на нее. Все. В начале марта в краевом суде первой инстанции должен начаться беспримерный по сумме ископроцесс 7,5 миллиардов рублей в случае удачи получит от администрации Железнодорожного района Барнаула Игнатий Лапкин, христианский проповедник, известный на Алтае своей непримиримой жизненной позиции и неукротимой религиозно-просветительской деятельностью. Миллиарды – та сумма, в которой нынче оценивается изъятая у Лапкина при аресте 9 января 1986 года фонотека. На магнитной пленке были насчитаны Библия, 12 томов Жития Святых, 12 томов Творения Иоанна Златоуста, антология религиозной поэзии за 300 лет, для оформления подобрана музыка. В записи участвовали артисты. Объем труда – 2000 часов. Так как «подшить» к антисоветской агитации богословские труды было нелегко, то подобрали 157-ю статью в административном кодексе запрещения тиражирования и конфисковали пленки. Именно поэтому отдуваться за грехи коммунистической власти приходится сейчас администрациям. Освобожденный в 1987 году, Лапкин стал требовать от властей возмещения ущерба. Он оценил фонотеку по государственным установленным на краевом радиороценкам – запись, перезапись, составление программы и с тех пор только делает поправку на инфлянцию. В 1989 году он был согласен отказаться от денег, если взамен коммунисты выдадут ему бумагу с печатями крайкома КПСС и текстом «Мы признаем, что КПСС – человеконенавистическая партия, обманом пришедшая к власти, уничтожавшая свой народ». Коммунисты почему-то отказались. В 1994 году, когда сумма иска составила немного более миллиарда, Женодорожная администрация предлагала 32 миллиона и расходимся полюбовно. Но Лапкин любит Джека Лондона, у которого герой одного из рассказов говорит «Победитель получает все». То, что Лапкин победитель, признали уже даже и власти, возместивший ущерб по уголовным статьям. Теперь вопрос в том, получит ли он все 7,5 миллиардов, а когда суд уже закончится – 11 миллиардов. Куда направить деньги, Лапкин знает, на возрождение родного села Потеряевка, что недалеко от Ребрихи, на трактор, комбайны, строй материалы. Сергей Кочевников, свободный курс, номер 927, февраль 6 марта 1997 года. Ну и так далее. То есть материалы такие, как мне мэр города говорит, чуть не проспал на работу, считал, говорит, всю ночь. О, они участники здесь. То есть материал огромнейший, просто не выскажешь как. Вот здесь фотографии. Ну фотографии даже вот в моем мире, вот я открою, сейчас могу сказать, сколько у нас фотографий. Видео только 3529 и фотографии 18916. Наши, чужого нет, ничего. И вот, милости просим. Заходите, там кто решил, вставляйте, сделайте, заплатите, если сделаете, чтобы люди знали. Если кто будет переводить на английский язык, самое главное – вопросы и ответы. Вот что интересно. Вот это пожалуйста. С этим согласна. Ну и вчера события были какие? Ну, как всегда мы работаем. Все это в роликах будет показано. И даже, сейчас я могу ошибиться немного, сколько это получилось у нас. Вот так. Что здесь? Сейчас я покажу. Полиция по жалобе мамы Батугина Тимоши. Будет так называться. 23 июня. Вот. Сколько она тут, как, я не знаю, как показать. Комиссия поднимает руку. Первое, второе, третье. Он тоже сразу дежурит. Дежурит разносить пищу, а взрослый разливает. Дальше. На камеру, вот, мама у тебя спрашивает. Тимоши, как тебя зовут? Тимоши. Как тебе зовут? Как тебе зовут? Как тебе зовут? Как тебе зовут? Мы маме потом это видео покажем. Она переживает, как ты в лагере. Вот, написала жалобу, что плохо с тобой обрушаюсь. Все нормально, все хорошо, хорошо. А скажи, когда ты домой уедешь из лагеря? Какого числа? 10 июля. А как ты уедешь? Рано, папа приедет на поезде. А папа сюда приедет? Потеряешь? Да, сюда. В прошлом году мы были. Вы здесь, детей здесь собираетесь. Как? Детей собирают здесь, из лагеря раздаете. Ну, иногда в Барнауле, которые, они говорят так, что мы же там-то за дорогу заплатим, а во вторник у нас молочные продукты, они их завозят, они платят полный билет. А вот, которые дальние дети? Опять же, приезжает группа или на своей машине. Вот сейчас мы ждем из Канады. Из Канады, уже 30-го числа у нас ребенок будет. А Тимофей сюда поездом или самолетом? Не самолетом. Он сейчас делает какая-то служба такая, посылает. А здесь, как же сказать, документы, он один летит. Сейчас садерга. А его сюда, то есть вы его там встретили? Кто-то из вас, встречал из вас, да? Да, на аэропорту, там уже паспортные данные. Ну, вот такая служба, помогает это. И вот он приехал, он здесь, что-то с чемоданы свои. Приехали, привезли. Но нам все равно, можно жалобу? Нам все равно, ага. Входят обязательно бастиком по любой дороге. Это неправда, а СССР запрещается. Видите как? Вот, это большая передача. Вот она будет, может быть, ну, больше часа. Вот, были они здесь. Это 2,6, кажется, гигабайта. Они были вчера. Дети отпросились, пасти любят. Пасти, ну, как палочки возьмут им, хлеба, пряникам даем. Это специально. Но дети любят на природу ходить. Разве плохо? Если пасет мальчик, мальчиков отдаем. Если девочка пасет, девочки идут. Просятся. Ну, какой пасок? Они ходят на поле, гуляют и бегают. Иногда завернут, а не то, что там отдельно. Ну, и вчера пошли, а в это время гроза. Ну, она их отлистала. И они прибежали, как лягушат. И в это время они приезжают. Вот, надо быть тому. Они разделятся все и под одеяло греться. Я пришел, кто-то говорил, что больше пасти не пойдет. Нет, нет, все пойдем пасти. Ну, просохли и все. Ну, и показать, что показать там все, постель-то вся. Ну, и какая-то вина. Постель с Булгачина там. И тут же долго были, на целый час позже сели ужинать. То есть они были много, больше часа. Это вот женщина вторая из прокуратуры района, а это лейтенант, молоденькая женщина тоже из милиции. Мамонтовский район Алтайского края. А там привез, который, видно, шофер. Тоже милицейские знаки. Полиция, как бы, работает у них. И вот Тимошу написал, мы все записывали. Тут они ни слова не сказали. Обычно бывает, что записываете. Не записываете, значит, разговоров нет. Дверь на замок и все. А они уже знают, предупреждены. Вели себя корректно. Претензий никаких нет. Только что вместе не помолились. Она, вот эта из прокуратуры была в брюках. Тоже принесли юбку, наделала юбку. Я не знаю, где сняли с кого-то. То ли запасные у нас есть. Я-то ничего не знаю. Меня обвиняют. Я там руководитель. Ну а как, если я начальник лагеря, я основатель его. А тут наоборот. Лапкина там и не видно вовсе. Он и не руководитель. Его там и нет нигде. То есть обвинение прямо противоположное. Ну а Тимоша он никакой. Из всех детей самые аморфные. Ну самый безразличный ко всему. Но отвечал вчера. Ни один, наверное, так не ответит. Он умница. Он знает. Я не могу никак его раскупорить. Купаться нехай. Он и не протестует. Он просто сидит безразличный. Он понял. Папа с мамой бьются за него. И кто лучшую шоколадку купит. Вот так у него и сохраняется это. Его мама Света. Она звонила. Оказалось, она мне звонила, говорила. А бумага-то уже шла. Она направила. Отпечатанная. Значит, она уже говорила. А уже против, как бы, что имел. Но она все условия неправильные. Она не говорит неправильно. А вот они в степи, там мошка кусает, кровь пьет. Они работают, там ремонтируют, там дорогу или что-то. Ну что-то лучше для него, вы знаете. Вот товар-то готовый. Все дети радостные. Все веселые. Ни одного больного нет. 45-й год. Все-таки 45-й год лагерь. Ни одного несчастного случая. Никто не утонул. Как вот сейчас по 14, да на Азовском, там 6 раз со спитателем. Ну она, допустим, она добилась. Но ребенка-то я не отдам. Никак не отдам. Ну что они, конфликт будут устраивать? Стрелять или что будет? Я ребенка не отдам. Я мне дал родителей его, я ей отдам кому. А вы-то решайте там. Я не на той стороне, не на другой. Она очень хотела, чтобы я не принимал в лагерь. С чем связано, чтобы был где-то ближе. Она могла где-то его видеть. Не знаю. Я с ней не встречался, а от него я слышал, что он рассказывает. Но это одностороннее, и поэтому верю, не верю, ничего не меняется. Потом комар кусает тут. Дождь прошел, что тут спрашивать? Тогда на кухню зашли. Я нарушение делал. У нас не положено постороннему. Но они очень аккуратно себя вели. То есть видно, что их учат. Интеллигентно просто вели. Вот это из прокуратуры. Я говорю, у вас губы красные шибко накрашены. Маленько оботрите. Она, гляжу, головой там покутила. Но я тоже начала тереть что-то, чтобы зашли. Надела юбку. Приглашали. Хотели хлебом угостили. Говорит, у нас ничего нельзя брать. Я это верю. В милицию нельзя. Но разрешается. То есть везде все взятка. А вот книги во взятку не входят. Ну, мой журнал «Душа». «Душа» выходит тут. Олег Рыжков упускает «Дьякон». Хороший журнал. Ну, просто хороший. Может быть, он на меня когда-то ополщится. Дворкинская отрыжка сыграет. Не знаю. Но в данном случае просто я доволен очень. Как они видели? Они не молились. Но платки на них надевать я не стал. За столом садились бы. Надели бы. Приглашали. Они сказали, нам нельзя. Ну, нельзя приглашали. Я их на три пригласил. И видно будет, как мы их провожаем. Вот они тут были. А когда жарко, ну, почему? А культурное лечение? Вы не изданы. Это все на сайте найдете. Ну, думаю, что таких книг просто мировой практики не было. Дальше. Если бы вчера приехали, у нас еще тут до самого заросшего был веток. Я рассказываю, где президентском полку. Мировник у меня второй там сдержит. Вот они пошли. Я их провожаю. Домашние. Смотрите, даже консоль. Можно много где любовь показать. Вот они, где мы обедаем. Когда нет? Вот, пожалуйста. Мы это все убрали. Крапивы нет. Вот, где люди. Почему? Комаров нету. Оно возвышенное место. Мы сидим полулежа, как у евреев. Палатки расстелены. Свежей травой заслано все. Ну, и подают. А здесь поварава здесь. А там еще где-то, четвертое, пятое блюдо. Мы во сне не видали этого. Нам помогают. Тимошина мама, я не усмотрел никакого зла. А просто у них борьба идет за ребенка, и больше ничего нет. Но получает он очень много. И поэтому такую даль отец посылает, приезжает. Это, во-первых, трата. И не только деньги, но и время. Но он получает то, что надо. Здесь внимание ему уделяется максимальное. Сколько возможно, не назойливо. Потихоньку подтягиваем его. Такой ребенок. Люди разные бывают. И вот события вчерашнего дня. Это гроза. И здесь у нас там дерево на южном пруду. Упало одно на другое, высоко, засыпило. И пилить, на котором дерево цепилось, оно согнутое уже было. Нельзя, иначе она от тебя упадет. Но вчера решил я остаться в лагере с ребятишками. Володя Пащенко пошел туда. И он залез туда и ножовкой перепилил. Ну, я думаю, не меньше 20 сантиметров. И осина там была. Все перепилил и уронил. Но вообще, Володя, это прямо находка для нас, для лагеря. Вот, пожалуйста. Отправляем их. Как сидят они уже здесь, смеются, разговаривают. Хороших людей присылает к нам Господь. Просто хороших. Но мы ждали проверку. После того, как утонули ребятишки, я слышал, так сам не слышал. Там где-то в Карелии 14 детей погибло. И сразу от президента указа лагеря проверили. И тогда тоже так же. Проверили, опять забыли. А у нас это постоянно в напряжении. Купаться должна быть. Там у девчат нет никого сейчас. Из деревни приходит не моложе 16 лет, умеющая хорошо плавать. И огорожена поплавками. То есть предохранительные меры. Было даже такое, некому сопровождать. Нету совсем. А дети просятся, девочки. С ними ходил я. Я их довожу. Дальше отхожу. Тут ложок такой. В ложок там в крапиву залезу. Лежу и около дорожки. То есть еще закричат я рядом, босиком. А они пошли мимо. Я там лежал. Комары меня кусали. Я травой закрылся. А они покупали. Столи меня не видели или еще. Я там заснул даже. У меня на сон там немного времени уходило. И они прошли где-то. Я встал. Никого уже и нету. То есть обязательно кто-то должен быть. Три поклона как выше. Пришли три поклона здесь. Попросили благословения. Вот это все у нас показано. Это шалаш на 30 человек сделан. На отдыхайте он. Шалаш. А оказывается он был не шофер, а сопровождающий охранник милиции. Слава Христу. Милиция. Вот кто приезжал. Вот какие у нас события прошедшего дня. Вот смотрите. Вот на следующей неделе. Это еще неделя не прошла. Что у нас получается? Сейчас я посмотрю. Вот уже набирается 25,5 гигабайтов и 43 файла. А сегодня у нас четверг или пятница. Что-то сбился совсем. Ну и все. На этом событии. Они уехали там. Я не знаю как там уже спать. Легли во сколько. Встают в 5. Сейчас время пройдет немножко. Вот сколько дней было до короткого дня. 10 июля. Июня приехали. До 22. 12 дней. Вот сейчас устанавливается короткий день. Прибавляться будет еще 12 дней. Все. Переходит на пол шестого. Вставать дети будут. Потом дальше еще проходит маленькая там неделя. А уже в 6. То есть вот так вот идет. За солнцем идем. Это специфика лагеря. Нигде не написано. И никто не испытал этого. Что это вредно. И 45 год. Повторяю. 45 год. Были нападения. Особенно в 98 году. Ужас был. 15 краевых комиссий. Два уголовных дела на меня воздвигли. Вот так. А когда я вернулся в город. Потребовал сатисфакции от них. То есть удовлетворения. Они заортачились. Я подал в суд. И все процессы выиграл. Опровержение. Заплатили деньги. МК на Алтае. Там и КПРФ. И еврейская организация. ВНСЗР. И там профессор какой-то. Все были разгромлены. И кто самые статьи писал. Лучший журналист. Все его нашли убитым. И с работы повыгоняли. Кто инициировал. У него сразу инсульт. Он умер. То есть. КПРФ. И там в страх пришлось. Что такое? Такого не видели. Я говорю. А мы еще трогаем их. Не трожь. Не замай. Как в древности говорили. Картина Репина. Не замай. Дорогая сетра Капустина. Татьяна Кузьминиша. Вот она. Проверяет несколько сигналов. Как мы. Во славу Божию. Продолжение следует.